7 мая, День защитника Отечества. Празднование этой даты стало новой традицией для казахстанцев. Здравствуйте, это программа «Тема дня». У меня сегодня в гостях заместитель начальника регионального управления ШГС Пограничной службы Комитета национальной безопасности, полковник Мурат Бек Серегбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. День защитника Отечества, государственный праздник и выходной день. Он отмечается ежегодно 7 мая, так как именно в этот день, в 1992 году, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. По традиции, в День защитника Отечества глава государства издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды отличившимся военнослужащим. Этот день олицетворяет одновременно летопись героических подвигов казахстанцев и преемственность традиций служения Отечеству. Мурат Бек, на сегодняшний день уделяется достаточно большое внимание для повышения патриотического духа защитников Отечества. Расскажите, какая работа в этом направлении ведется? Каждый гражданин республики Казахстан с рождения он же старается стать защитником своего первого чертачага, семьи, далее уже Родины и Отечества. То есть для воспитания молодого человека, который родился в Казахстане, достаточно того, что он родился здесь. И далее уже он в школе, далее уже в институте, в академиях. Воспитание патриотическое идет последствием. Во всех вооруженных силах и воинских формированиях республики Казахстан создана программа профилактики. И одним из разделов программы профилактики идет воинское воспитание и патриотическое воспитание молодого пополнения. И в этом вопросе главой государства выделены колоссальные суммы денег для проведения воспитательных работ и по воспитанию, патриотическое воспитание имени молодежи, подрастающего, для подготовки именно защитников Отечества. Во всех практически соединениях в частях созданы клубы юных патриотов Казахстана. То есть если у нас в пограничных войсках она называется юный друг пограничника, то в других воинских формированиях она называется юный десантник, юный охранник и так далее. Центральный объединяющий орган создан штаб юнормейцев. Это находится в Астане, куда все проводимые работы по патриотическому воспитанию собирается и делается свод. И до 2015 года эта работа взята на контроль военной прокуратурой республики Казахстан. И эта программа практически во всей территории Казахстана работает. Ну и скажите, эта программа, она вообще какие-то плоды приносит? Действенно ли она, можно ли сказать, что патриотический дух современных казахстанцев выше, чем, скажем, 10 лет назад у молодежи? Ну, 10 лет сравнения я проведу, но то, что растет патриотическое воспитание молодого пополнения, есть. Потому что сейчас даже вот идет период призова молодого пополнения, в ряды вооруженных сил, в ряды пограничной службы. Сейчас бы, как бы сказать, идет даже конкурс, чтобы попасть в ряды вооруженных сил. Если года 3, даже 5 лет назад все стремились как-то уйти от армии, еще сейчас молодое пополнение. Молодежь хочет попасть именно в армию, чтобы отслужить, отдать долг своей родине по защите рубежей нашей страны. Сейчас военнослужащие по контракту имеют хороший социальный пакет, обеспечены жильем. Какие льготы военнослужащим в Казахстане предусмотрены? Сейчас для военнослужащих контрактной службы, кто призывается на контрактную службу, создаются все условия, кроме как зарплату они получают. Кому 1 января 2013 года уже был 10 лет, они будут получать квартиру. То есть государство представит квартиру на безвозмездной основе на приватизацию. А кто до 1 января 2013 года, то есть 10 лет нет, он получает компенсацию за подновем жилья. Также медицинское обслуживание, оно бесплатное. То есть во всех соединениях частях имеются метлозареты, имеются госпиталя, вооруженных сил госпиталя, пограничные службы, где проходит полный спектр медицинских услуг, военнослужащий может принимать. А как обстоят дела с проездом в общественном транспорте, с обучением детей? В соответствии с постановлением правительства, у военнослужащих дети до школьного учреждения, в школьное учреждение, куда они переезжают, переводятся, принимаются без очереди. Это образовательное учреждение, Министерство образования, это и имеется, вот это постановление правительства. Поэтому в этом вопросе именно военнослужащих, каких-то загвозок, именно поступления в школу, где он, куда он переехал, или же поступить в детский сад, командование части дает ходатайство военнослужащему, и с этим ходатайством он идет в детский сад или в школу, ему представляется место или в детском саде, или же в школе, куда он хочет устроить своего ребенка. Раньше армия считалась школой закалки, взросления. Как сейчас вы можете ее коротко охарактеризовать? Да, всегда есть закалка. Почему? Потому что там всегда идет мужской коллектив, где женской руки нет, женского коллектива нет. То есть в течение года молодой человек будет расти чисто в мужском коллективе. Он будет взрослеть, он будет принимать самостоятельные решения. Почему? Потому что мы, как представители пограничной службы, могу сказать, военнослужащий, который поступил к нам, он идет на охрану государственной границы один. И вокруг него никого не будет, чтобы ему кто-то подсказал или же указал. В течение энного количества времени он проходит обучение, и потом уже идет самостоятельно охранять государственную границу. То есть молодой человек научится принимать самостоятельные решения. Это и есть закалка. Идет подготовка человека к жизни самостоятельно полностью. К 2016 году Министерство обороны Казахстана планирует полностью перейти на профессиональную армию. Каковы вообще преимущества этой реформы и коснется ли это пограничных войск? Пограничные войска, конечно, в отличие от Министерства обороны, у нас есть очень отдаленные пограничные заставы. Есть заставы до ближайшего населенного пункта 250-300 километров. То есть туда контрактник служить никогда не пойдет. Но, конечно, профессиональную армию переходить будем. Сейчас, в данный момент, идет подготовка комплексного плана совершенствования пограничной службы. И в этом комплексном плане забито строительство общежитий для военнослужащих по контракту на всех пограничных заставах. Вот когда все эти пограничные заставы будут оборудованы, можно смело сказать, что и пограничные войска перейдут на комплектование профессионалами для государственной границы. Во все времена главным бичом армии была дедовщина. Сейчас она осталась? Этот вопрос давно уже отстал. Почему? Потому что в данный момент практически на подразделениях границы и в подразделениях во всех вооруженных силах служба проходит практически год. И сталкиваться с тем, что старший призыв с младший призыв, такого нет. Почему? Потому что пока идет обучение молодого пополнения, старший призыв уже увольняется. И получается, сталкивание двух призыв никогда не бывает. Дедовщина и так далее, это уже, по-моему, ушло давно в историю. День защитника Отечества. Что вы пожелаете молодому защитнику? И в целом поколению? День защитника Отечества. Это был до этого как бы ведомственный праздник. День образования вооруженных сил. Ну, указом президента нашей страны это уже сейчас государственный праздник. Поэтому в этот день я хотел бы всех защитников Отечества. Это только не те люди, которые погоны носят, а кто уже сейчас в гражданке находится. Он себя считает защитником. И защитником Отечества своего он тоже защитник. Поэтому всем хочу пожелать, чтобы здоровья, в первую очередь. А защитникам стойкости, профессионализма при выполнении служебно-боевых задач. Большое спасибо, Мурат Бек, и вас праздником. Также хочется поздравить всех защитников нашей необъятной Родины с этим замечательным праздником. Напоминаю, что этот и другие выпуски программы «Тима дня» вы можете посмотреть в наших аккаунтах в популярных социальных сетях. Это была программа «Тима дня». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok